Так, ну вот мы с вами посмотрели, что можно сделать для организации доступа. Вот наш единственный коммутатор. Мы присоединены по серверу. Федер А, Федер Б. Есть у нас тут два отдела. Скажем, дел продаж. Здесь сидят, условно говоря, менеджеры. Люди, которые способны отрицать плоту в основном и возводить клиентов. И производственное отдел. Которые делают из луки слона? Которые делают из луки слона, чтобы его можно было продать. Ну, слона делают, слона из мухи делают. Можно наоборот? Ну, слона. Не выгодно. Между прочим, достаточно распространенная операция. Например, привозят из Испании на Санкт-Петербург испанское вино танкерами. И разливают бутылки и пакеты. Берем его слона и превращаем его в вереницу форм груженых мертвых. Тоже работает? А в танкерах он не испортится? Ну, в танкерах? Да, да, да. А если оно потоннее? Ну, рыба. Скуда? Сколько будет радости рыбу? Да, но потом сколько будет радости рыбакам? Ее разумеется. Потом есть, да. Они все ее съедят. Ее съедят. Ее съедят. Да. Каким образом? Ну, защитите. Рыба 18. Это только с 19-го года. А в отделе продаж у нас бывают какие-то разные. Там текучка кадров. Там конкурент может внедрить своего. Есть просто рейтсиарей. Есть недовольные свои зарплаты. Товарищи, менеджеры, которые выполняют план продаж. Каким образом мы можем вот в этом... А есть такие, которые выполняют свою зарплату урочную, но им платят балл? Да. Каким образом? Каким образом мы можем защитить от шлавливых кучек продавцов серых производств? Отрубитель ручки. Отрубитель ручки. Ну, вариант. Кнопки можно и ногами нажимать, и даже носом. Ну, тогда сказать, что пусть отдел продаж идёт только в отдел продаж, а производство на серый производство. Мы можем назначить право. Согласен. И пусть никуда больше не входят. У нас там есть внедрённый противником специалист. Отвелитель ручки. Если мы не знаем, кого живы. И которые как знаем. Под угрозой от стрела. Ну, мы смотрим. Опа. А кто-то пошёл не туда, куда ему велено. А давайте придём к нему и скажем, а ты что это делаешь? Случайно. Уволишь чего? Нет, ну мы назначили права. Он просто-напросто на уровне того же самого Windows и не видит этого сервера. Но он принялся на флешке хитрую программу. А тогда пусть... А тогда не говори, а вирусы сыпел на флешке, конечно. Это не вирус. Он не один антивирус. Он его знает, он этот программ вечер не написал. Вот если ни в одной базе вирусов, его нет, это не может. Хороший шпион. У меня состав. Ну, мы видим, что он пошёл сюда. Состав. Команда. Ну, не команда это. Постоянно увольнять хорошо работающих людей? Да. Зачем? Чтобы неизвестно кого, будут ли они работать, бабушка на двое сказала? Шпион. Гиза, камеры поставить. А, ну да. Камеры там и так, что нет. Ответ в рисунке. Вот этот? Разумеется. А сервера? Ну, это разумеется. А что плохого в решении? Одни идут только туда вот. Ну, в производство. Ну, потому что человек пытается сломать существующую систему прав доступа. Ну, мы её сделали такое, что не сломают. Дожди. Ну, он пытается переплатить пакеты, какие-то администрации. Ну, тогда делаем одну сеть для продажи, одну сеть для производства. И между ними никакой связи. То есть, сломать нечего. Хорошо. У меня есть третья группа, называется администрация. Которая хочет знать всё. Ну, а у менеджеров из отдела продажи нет доступа к этой администрации. Если они пытаются дальше всё, для этого есть телефон. Телефон? Как вы предлагаете телефон анализировать табличку, там, 30 на 40? Молча. Да, напитую всем-всем. А могут надиктовывать? А можно напевать? А можно напевать? Психистичить. Можно, конечно, отрисовать по факту. Да, решить. А можно через скайп? Даааа. Через конференции? Или через... Усложняйте. Для постоянной работы это не годится. Тебе более скайп требует хорошую тенденцию. Снять там люди из кружки. Ну, есть, другие так постоянно. А без скайпа это делается. Ну да, без скайп, конечно, можно нажать. Есть локальная анализ. Но это не вариант. На самом деле мы делаем проще. Мы создаем так называемую виртуальную сеть. Виртуальная сеть на той же аппаратуре объединяет, скажем, вот этот порт и вот эти порты. По принципу фильтрации матропрессов. То есть, к этому серверу, соответственно, в ответ могут работать только компьютеры с известными мат-адресами. Такая... Не тот сервер, как сделал. А если он там как-нибудь совсем хитрый и... Ну, и свой лилмок адрес. Он должен изменить его на тот мат-адрес, который есть в этой сети. Если он не имеет куда доступа на посмотреть, какая вероятность ему угадать? Никакая. Как мы это можем посчитывать? Ну, сколько там цифр? В длинном акадресе мы знаем? А? В длинном акадресе мы знаем? Эээ... Знаем, но и помним. Ну, она улична. Сколько космосов с комбинацией может быть, тоже знаем. Пришитать вероятность... Человек может посмотреть, сколько там в акадресе? Смотрите, я не помню, честно говоря. Около 8 миллионов. Нет. Здесь мало. Ну, что здесь? Таким может и 8. Ну, сейчас посмотрим. Нет, больше. Таким образом, мы создаем ритуальную сеть. Мы можем создавать как по первой набору нам адресов, просто по номерам портов коммутации. То есть мы говорим, что первая сеть у нас сходит по, скажем, 1, 3 и R8. Сюда у нас сходит 2, соответственно... 24 бита. 24 бита. 24 силы. Биты или байки? Бита. 3 байки. Что-то половато. Так. Это самый первый, сейчас самый последний сразу. Тоже 24 бита. А, вот 6 байки тоже ближе. 24 бита. 24? Нет, не помню. Завтра скажи. Я посмотрю. Не знаю. В Википедии сколько-то помню. 1 от 2 это 8 раз в 2 бит или в 10 в 8? Нет. 1 байт это 8 бит. А, да. Да. Мы можем сделать... 48... А, нет. 48 разряда. 48 разряда? Да. Можно с другой разряда? Да. 6 байков уже ли. 6 байков уже ли. Мы можем сделать виртуальную сеть. Смотрите. О. Сюда же написано, как сменять MAC адрес. Мы можем сделать сеть по MAC адресам. Мы можем сделать сеть по номерам парков. Первый вариант. Он более гибкий. Не требует из ручки ничего перетыкать. Мы запускаем консоль управления и просто назначаем. Ты туда, ты сюда, ты сюда. Минусы. Он требует консоли управления. Вы без нее ничего не видите. Ничего не можете поменять. Если вы создаете сеть по номерам портов, то это, конечно, решение совершенно тупое. Вы запрограммировали нужную станцию, втыкаете в нужный набор портов. Если в другой порт, то тогда я могу делать то, что хочу? Нет. Впадает просто в другую группу. Решение достаточно тупое. Перехлестывающую группу здесь делать сложно, но она практически не ломаемая. Как сломать, если они соединены проводами? Да. Человек должен подойти к коммутатору и переткнуться в другой порт. Но если он найдет порт, принадлежащий другой виртуальной сети, смеет в него воркнуться, то, конечно, это будет уже взлом. Тут надо. Не, ну, наверное, там где-нибудь видно-то, а здесь кто-то для его подключился. В принципе, видно. Это надо сидеть и мониторить. Ну, просто там красота так, что сгорелась. Все. Ну, вот у вас есть... Или, допустим, чтобы его включить, нужно там на пульте администрации... Ну, да. По умолчанию обычно не использованные порты в серьезных организациях выключены. Причем очень часто это делается гораздо проще. на аппаратном уровне, на стороне коммутатора. Ну, как правильно. Если мы знаем, что в том крыле у нас никого нет, просто эти провода вешаем ворк, чтобы всякие левые товарищи типа охранник на ночам не присоединялись. Угу. Там смешно. А у меня когда трафик был очень платный, один товарищ охранник накачал столько, что волосы дымов стали. А, учусь на кнопку снова. Ну, его-то, конечно, воли летят. У меня-то взгреют. А, что вы? Что он сачал? Что, слишком молный нашелся? Фирму качал, микрофермер качал. Это было платно на тот момент. Это сейчас бесплатно заплатили, заплатил фиксированное решение, выключаешь все твое. А тогда тогда... А, если оплату потрата, то есть безлимит на интернет. Ну, вот тогда он не был безлимитным. Слово такого не было практически. То есть за каждый битик нужно было платить? Да. За бит? И сколько же забить? Ну, какая разница? Единица тарификации была, например, килобайт или мегабайт. Единица тарификации... И сколько примерно? А, то есть если мы потратили только меньше одного килобайта, то получается... Ну, хватит за это не килобайт. А? Если больше одного, то до двух, то там уже хватает. Сколько, честно говоря, цен не помню. По-моему, там была у нас шкафа прогрессивная. Фиксированное порядка 100 долларов с организацией драли в месяц. Если превышаешь там сколько-то выключено, то начинается по сколько-то за мегабайт. А если ты вылез куда-то и... В общем, когда ты выходишь за свой пакет, начинаешь платить больше и много больше. А если взять и два раза пачиться, один раз один пакет, ну и такой же пакет, если не вылезаешь? Ну, можно было купить просто пакет побольше. То есть не 100 сразу даешь, скажем, а 200 и у тебя больше ревит. Скажем, в пределах этих двух срок. Ну, платят больше. Конечно. Бесплатный сыр крючок. Сказала вторая лучше. А первая? А первая уже ничего не сказала. Она обеспечила бесплатный сыр вторым. Каким образом еще можно раскидать армия? По виртуальным сетям. По вакам, по номерам портов. Как еще? По приоритетам? Ну, по правам иерархи прав сделать просто. Приоритет тех прав, она должна опираться на какой-то признак компьютера. На какой признак мы можем опираться? Вот признак, например, Макадэси. Вы к каким пользователям зашли? Ну, это круто. Это уже на уровне сервера проще сделать. Чтобы управлять коммутатором по имени пользователя. Это сложновато. А что, дальше выше коммутатора? Как правило, ставится уже либо сервер, либо убор шортизатор, как иерархи телефон. К какому еще признаку? Что есть у компьютера, с которым мы работаем? Айпиадрис. Соединенный номер. Айпиадрис. Так все-таки, это же локальная сеть. А, внутренняя, то есть. Мы можем назначать компьютер в той или иной виртуальной сети на основании его. Ну, только 255 вроде. Ну, немножечко скорую вперед сбежем. Что такое маска сети? Вот что означает вот эта вот запись? 255, 255, 255, 0. Да. Ну, 255 это, наверное, меньше чем 256. То есть, восьмой. Нет, маска. Что значит такая маска? Это значит, что... Ну, секунду. Если у нас, например, айпиадрис 10, 10, 20, 1, предположим, 20. Ну, тогда все остальное, кроме последней цифры, она с лишь таким же. Ну, тогда маска... То есть, мы имеем сеть, где имеют право изменяться в только не накрытые маски. 10, так... 36 адресов последних. Так? Да. Подпишем. Ну, и там, ну, и там... 2 0. 2 0. А широковещательный. 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 Последний 10,56. А? А здесь, по-моему, нет, не по-моему, то есть мы получаем 256 раз, а 256, где же нормально присесть, это почти, ну, я думаю, хватит. А если я такой, хочу весь мир к своей локальности? Да, на планете несколько больше людей, чем 60-7 тысяч. И еще хочу. А дальше мы начинаем упираться в ограничение протокола IP4. О, IPv6. 6 имеет еще два варианта, то есть еще 256 по 256 раз больше. И вот и может точно? Вот, вам возможно. А вдруг и мне не хватит того? Ну, вообще считается, что IPv6 позволяет набрать индивидуальным IPшникам каждую локу. Да, но проблема в том, что количество людей на планете у вас расстраивает в геометической конгрессе. Мух уже сейчас гораздо больше в геометической конгрессе. А если один человек летит по 20 компьютерам? Да мух вам все равно будет далеко. На самом деле, даже масса мух на земле гораздо больше, чем масса людей. В килограммах. Да хоть в граммах. А потому что очень часто из мухи делают слома? Нет. Самый фактор маленький. Масса насекомых превосходит массу, по-моему, всего остального живого на земле. Ага. И земного шара целого? Нет. Шара целого. Живого. Живого шара? Не считай деревьев. Конечно. Три варианта распределения. Ай-пи-и-и. Идея понятна? Да.